Здравствуйте, с вами на связи бизнес-адвокат Павел Тылик и сегодня мы с вами поговорим об имущественной ответственности руководителя компании за уклонение от уплаты налогов. То есть компания работала-работала, вот уклонилась от уплаты налогов, руководителя привлекает к уголовной ответственности, да, по части там первой или части второй, да, статьи 199 Уголовного кодекса, да, а плюс к этому после уклонения, после еще привлечения к уголовной ответственности наступает материальная ответственность, да, за причинение государству убытков, да, или ущерба, причиненного в результате такого уклонения. Что говорят суды по этому поводу? Ну вот приведу несколько примеров из судебной практики. Есть, так сказать, положительная судебная практика, которая воспользовалась разъяснениями данными постановления Конституционного суда Российской Федерации номер 39П от там декабря 2017 года, а есть, так сказать, совершенно другие. Ну вот, допустим, из, я бы рекомендовал это все почитать, да, вот есть решение Хабаровского районного суда, Хабаровского края, да, от 19 декабря 2017 года, который очень четко вынес свой вердикт и отказал во взыскании вот этих вот убытков, причиненных государству, налоговому органу. Почитайте его, посмотрите, найдите. Или постановление Президиума Пермского краевого суда от 27 апреля 2018 года, где точно так же просто учли вот эти все разъяснения вот Конституционного суда Российской Федерации и отказали. Но есть и негативные, есть отрицательные решения, и уже Конституционный суд вынес вот это вот свое постановление 39П, да, а тем не менее продолжают взыскивать и пени, и штрафы с руководителя компании. Ну вот, ну, относительно, так сказать, свежее решение Соломбальского районного суда города Архангельска от 19 июня 2018 года по части, по пункту Б, части 2, статьи 199. Причем Соломбальский районный суд сказал, сказал, что все правильно, да, взыскивать не надо, а Архангельский областной суд своим, так сказать, постановлением от 20 сентября 2018 года сказал, что не только, так сказать, тело налога должно быть взыскано вот с этого вот преступника, да, но еще и пени, и штрафы, и все это должно быть взыскано с этого лица. И, собственно говоря, привлекли к такой вот полной материальной ответственности. Хотя Конституционный суд сказал, что, ребята, мы говорим только про тело налога, а все остальное-то, это же санкция за неисполнение, и причем тут физическое лицо, с которого мы взыскиваем вот эти вот убытки. А убытки чистые, это что? Это только, собственно, тело налога. Приведу также еще примеры. И вот от 3 июля 2018 года передо мной решение, и от 21 июля 2019 года, когда пени были взысканы решениями судов. Хотя Конституционный суд в постановлении 39П, уже повторяюсь, да, в общем-то сказал, что нельзя так делать. Ну, тем не менее, тем не менее, не стоит руки опускать, надо бороться за свои права, да, отстаивать. Конституционный суд в 39П очень хорошо все описал, и у меня еще есть целый список, вот здесь я его, конечно, уже приводить сейчас не буду, да, но у меня есть целый список положительных решений, но положительных не в сторону государства, да, ну, я, так сказать, защищаю же в данном случае не государство, а граждан от предъявления обвинений со стороны государства, да, ну, в частности, предъявления обвинений в уклонении от уплаты налогов, естественно, привлечение руководителей организации к материальной ответственности, вот если мы сейчас говорим в данном случае, да, то есть большой ряд решений, где суды, в общем-то, придерживаются вот этого постановления, о разъяснении, постановлении Конституционного суда, номер 39П. Не опускаем руки, боремся! Не забывайте ставить лайки, у меня на этом все, всем удачи и пока, с вами на связи был бизнес-адвокат Павел Тылик.